С 15 марта в Музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева начинает работу выставка и все-все-все герои и миры советских мультфильмов, посвященная российской анимации, 110-летие которой отмечается в этом году. Встреча с любимыми героями помогла организовать киностудия «Союзмультфильм» и Государственный Центральный Музей Кино. В 1936 году создается киностудия «Союзмультфильм», и она была создана по образу и подобию диснеевской студии. И, кстати, это сделано было абсолютно легально, потому что Уолт Дисней поделился всеми своими наработками с нашими советскими аниматорами. И в это время, вы обратите внимание, созданы лучшие сказки. В четырех залах будут представлены основные этапы развития отечественной мультипликации, ставшие отражением главных событий советской истории. Когда мы говорим о том, как создаются куклы, вот, например, что они изнутри, что они из себя представляют. Вот перед нами кукла, да? А вот шарнирная конструкция. Видите, там, где суставы, где положено сгибаться, как бы, там все это, как бы, вот так сделано. Это, между прочим, вот это у нас будет представлено прямо вот люди, все приходящие на эту выставку, любой может ее потрогать. Пожалуйста, хотите, потрогайте, да? Да? Вот, вы будете одними из первых, кто потрогает, как работает, как бы, непосредственно кукла сама по себе. Чебурашка, Каркадил Гена, Бременские музыканты, Винни-Пух, 38 попугаев, Карлсон. При одном только их поминании в ображении каждого взрослого тут же оживают образы знакомых с детства персонажей советской мультипликации. Музей Рисценева предлагает приморским зрителям узнать их поближе. Что касается Шапокляк, ну, говорят, что сейчас это, может быть, даже более любимый персонаж, это, конечно, трагический образ, потому что это женщина, которая получила образование еще в 19 веке, хорошее образование. Пережила все вот эти потрясения 20 века. В 30-е годы достигла байзаковского возраста, о чем он говорит, собственно, до того времени, обратите внимание, это юбку Гаде, это джакет, это жабо, да? Вот, и, собственно, многие говорят, что да, конечно, у нее непростой характер был, но подождите, ну, столько ей пришлось пережить, да? Заинтересовать выставка может и взрослых, решивших поностальгировать о советском детстве, и самых маленьких зрителей, которые только знакомятся с мультфильмами из прошлых лет. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.